Новое здание МФЦ с рабочим визитом посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Еще при входе Андрей Юрьевич обратил внимание на специально выделенные тактильные полосы для слабовидящих. Помещение в действительности отвечает всем современным требованиям. На прием заявителей работает 22 окна. Не забыли позаботиться и о детях. В специально отведенном месте можно с пользой провести время. Андрей Воробьев отметил, что программа президента Российской Федерации по улучшению качества оказываемых услуг МФЦ в Раменском районе успешно реализуется. У нас на территории работают порядка сотни МФЦ, 90 с небольшим. И интересная статистика. Если в 2014 году в МФЦ пришел миллион человек, то в 2015 – пять. И мы планируем удвоение, то есть до 10 миллионов человек придет в 2016 году. Для этого должна быть готовая инфраструктура. Поэтому то, что появляются такие просторные, с большим количеством окон, с широким спектром услуг МФЦ, для нас это стратегически важная задача. Мы готовы принимать и обслуживать из других регионов. Так и происходит. Я могу вам сказать, что особенно в субботу до 30% посетителей – это жители Москвы. Потому что у москвичей тоже хлопоты, тоже нужно регистрировать имущество, получать справки, решать свои хозяйственные вопросы. Поэтому никаких преград нет для гражданина нашей страны. Он может сюда смело приходить. Здание располагает тремя этажами. Здесь просторно и уютно. Многофункциональный центр работает по принципу одного окна, что позволяет физическим и юридическим лицам получать документы различных организаций в одном месте. В настоящее время мы оказываем, МФЦ Раймского муниципального района, оказывать 150 услуг. Это мы с вами как-то беседовали, это федеральные, региональные и муниципальные услуги, где-то в одной пропорции. Самое большое количество, мы с вами обсуждали это, 90% от всех услуг – это услуги, когда люди оформляют в собственность какую-либо свою движимость или недвижимость. Здесь намного комфортнее. Во-первых, и заявителям, и работникам. Большое пространство, больше окон, больше воздуха, больше света. Два этажа, то есть есть место и для обработчиков, и для приема заявителей. Конечно, очереди у нас пропали. Время ожидания не превышает 15 минут. Мы стараемся. Время обслуживания стараемся не превышать 15 минут. Конечно, обстановка стала более комфортная. Сегодня поход в МФЦ дает доступ к услугам регистрационный и кадастровый палат, БТИ, отделы соцзащиты, центра занятости населения, налоговые службы, паспортно-визовые и миграционные службы, а также многих других госучреждений. Необходимо лишь расширение кадрового состава. Очень приятно, что молодые специалисты. В 90 случаях это молодые ребята, которые приходят работать в МФЦ и борются за то, чтобы стать самым вежливым и самым профессиональным оператором в Подмосковье. Мы, безусловно, поощряем такие старания, такое стремление. Администраторы, девочки у нас консультируют, первичную консультацию оказывают. Посетитель заходит, выясняем, какую услугу человек хочет получить, есть ли все документы, рассказываем, какие документы вообще необходимо предоставить, консультируем по оплате госпошлины, помогаем взять талон. В настоящее время многофункциональный центр может принимать до 400 обращений в день. Филиалы МФЦ открыты в 20 поселениях Раменского муниципального района. Екатерина Аллафимова, Александр Винченко для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова